Магадан Компания «Модерн машинери Фарист» выделила мэрии Магадана безвозмездно кран на разбор завалов. Глава областного центра отметил, что для расчистки завалов город имеет право привлекать любую технику. Нанесенный ущерб во время стихийного ветра магаданцам будет возмещать подрядная организация. Для этого комиссия продолжает составлять акты. Напомним, что сильный ветер в Магадане навредил не только домам, но и автомобилям. Составили вместе с участковыми инспекторами документы о причинении ущерба. Далее они направляются в специализированные экспертные организации, которые оценят ущерб, который нанесен этим гражданам. Далее они эти документы передают в специально созданную в рамках ЧАЭС в мэрии города Магадана комиссию. Мы определяем на комиссии, кто виновен в ущербе и будем оказывать им юридическую помощь по возмещению этого ущерба. В ближайшее время будет произведена оценка вместе с подрядчиком. Сделать это должен областной фонд капитального ремонта. Сотрудники прокуратуры Магадана по месту происшествия брали образцы материалов и фотографировали узлы кровли. Выяснилось, что в них были явные нарушения строительных норм и правил. Многие строительные элементы не были закреплены. Прокуратура Магаданской области теперь применит все меры реагирования к заказчику и подрядчику, и нанесенный ущерб будет возмещен. Сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы за прошлый год рассмотрели несколько значимых для региона дел. Одно из таких – дело о Камчатской лаборатории. После того, как Магаданская и Камчатская лаборатории объединились, цены на услуги выросли в несколько десятков раз. В чем была суть? Когда Магаданская межобластная ветеринарная лаборатория присоединилась к Камчатке и стала филиалом, то что сделало руководство? Оно не стало оставлять тот прайс, тот ценник, который был у этой организации, а просто поставило свои цены, те, которые считало нужны. И так случилось, что отдельные анализы стали дороже не просто в раз или в два раза, а в десятки раз. То есть, например, увеличились с 200 рублей до 1500. А что за анализы, которые делает ветеринарная лаборатория? То есть, это наши фермеры, которые везут свою мясную продукцию, молочную продукцию на анализ. Это и плодовощная продукция иногда делается там анализ. Это и владельцы домашних животных, которые делают анализы своим питомцам. То есть, соответственно, это в конечном счете все закладывается в конечную стоимость продукта, за который платим мы с вами, обычный потребитель. Специалисты рассмотрели дело о нарушении антимонопольного законодательства. Выдали предписание. Хоть в результате организация и снизила цену на свои услуги, с решением не согласилась и подала в суд. Однако суд признал нарушение антимонопольного законодательства. Предприятие заплатило штраф. На Снежной долине в микрорайоне Черемушки заслуженный мастер спорта России Александр Легков провел мастер-класс по беговым лыжам для воспитанников спортшкол. Александр – олимпийский чемпион в марафоне и серебряный призер в эстафете зимних олимпийских игр 2014 года. Спортсмен не только показал детям новые приемы, но и рассказал о том, что приведет начинающего лыжника к успеху. «Для лыжника основное – это в любом случае трудолюбие. И есть такой момент, что даже если тебе дано от природы хорошие данные, что ты можешь добиться результата, это всего лишь максимум 30% от составляющего успеха. Все остальное – трудолюбие. Лыжные гонки – это секундомер, это не командный вид спорта. И здесь все на табло, как говорится. Поэтому трудиться и трудиться, и через труд можно добиться любых вершек. «Здорово, что в Магадане есть дети, которые хотят заниматься», – отметил Александр Легков. Однако, по мнению спортсмена, в областном центре недостаточно условий для взращивания молодых талантов. «Нужно делать хорошие лыжные трассы», – уверяет чемпион. Тем не менее, по словам Александра Легкова, регион, который подарил стране Елену Вяльби, обладает большим потенциалом. Всего в мастер-классе поучаствовали более 40 ребят. После занятия юные лыжники под руководством Александра Легкова смогли отработать полученные знания на практике. В феврале этого года в Магадане автомобилист на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 66-летнюю жительницу областного центра. Женщина получила телесные повреждения. Ее доставили в областную больницу. Магаданка не выжила. Госавтоинспекция просит и водителей, и пешеходов неукоснительно следовать правилам дорожного движения. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Рекомендует водителям, приближаясь к перекресткам и пешеходным переходам, быть предельно внимательными и осторожными. Заблаговременно снижать скорость, чтобы убедиться, что на проезжей части нет людей. Учитывать погодные и метеорологические условия. В яркую солнечную погоду полноценно оценить дорожную ситуацию становится сложнее. Ухудшается видимость предметов и различных силуэтов. Из-за ослепляющих лучей солнца бывает сложно различать сигналы светофора. Уважаемые участники дорожного движения, госавтоинспекция напоминает, что пешеходный переход не гарантирует безопасность. Прежде чем переходить приезжую часть, пешеходу нужно убедиться в безопасности своего движения, отмечают специалисты. Человек должен быть уверен, что водители предоставляют ему преимущества. Также нужно оценить расстояние до машины, которая приближается. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости на одежде нужно иметь свето-возвращающие элементы, утверждают сотрудники госавтоинспекции. Кроме того, они рекомендуют пешеходам прекратить разговор по телефону и снять наушники при пересечении проезжей части. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльби и заслуженный мастер спорта России Александр Легков встретились с магаданскими лыжниками. Спортсмены поделились опытом и знаниями с юными магаданцами. Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Металист». Поприветствовали гостей президент Федерации лыжных гонок Магаданской области Максим Смирнов и глава города Юрий Гришан. Сегодняшний праздник, конечно, украшен тем, что вы здесь и Александр здесь. И мы все знаем, что еще послужило поводом того, что вы приехали именно на лыжню России в Магадан. Завтра, многие, кстати говоря, из ребят, они приглашены, ну, наверное, даже все приглашены завтра на просмотр предпремьерной фильма «Белый снег», который, конечно же, посвящен вашему спортивному подвигу. Спортсмены отметили, что лыжная трасса в Магадане совсем не развивается. Условия для спортсменов оставляют желать лучшего, и Магадан застыл в прошлом времени. Чемпионы лыжных гонок призывают юных магаданских спортсменов продолжать заниматься спортом и всегда двигаться вперед. Я хотел бы вам пожелать продолжать заниматься лыжными гонками. Прекрасно понимаю, что те условия, которые сейчас есть, не совсем такие важные, которые смогут вас привести к результату, но в любом случае счет начинать надо. Я второй день уже хожу, смотрю на ваши просторы, на места, и могу сказать с уверенностью, что вот в таких условиях, которые у вас здесь есть, можно сделать в любую трассу. На встрече с чемпионами по лыжным гонкам магаданские спортсмены смогли задать и интересующие их вопросы. Александр Легков рассказал ребятам, с чего начиналась его спортивная карьера. Замечательно, что Елена Валерьевна всегда привозит с собой кого-то из именитых спортсменов. Елена Валерьевна это уже достаточно давно, но есть спортсмены, которые заняли высокие олимпийские титулы совсем недавно. И вот разница поближе. Дети очень много задают вопросов именно Александру Легкову сейчас на этой встрече. В следующий раз Елена Вяльби посетит Магадан в апреле 2022 года. Чемпионка лыжного спорта отметила, что с удовольствием пообщается с магаданскими спортсменами уже без эпидемиологических ограничений.